Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания. Сегодня будет у меня видео с юмором. Во-первых, я отвечу на вопросы, очень такие интересно, остроумные. И впервые на канале в этом сюжете я покажу видео ляпы. Так что всем, кому интересно, всем, кто хочет посмеяться, оставайтесь со мной на протяжении этих нескольких минут. Ну и приступаем. Первый вопрос. Ну что же вы носите очки, натягивая их так сильно на лицо? Их нужно спустить на 1 см 15 мм от переносицы. Вы же себе безбожно кожу под глазами растягиваете. Очки у вас прямо на коже висят. Ну, линейки нету, простите. Очки есть. Так, примерно. 1 см 15 мм. Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания. Вот так вот нужно носить очки, по мнению одной из моих зрительниц. В таком виде они абсолютно не висят на коже. Они висят от переносицы на 1 см 15 мм. И абсолютно не растягивают кожу под глазами. Надеюсь, мой совет и совет моей телезрительницы очень вам помогут в носке ваших очков. Лиля, вы такая замечательная, такая молодец, что вы понимаете и знаете разницу в замораживании пищи. Будем надеяться, что вы не будете так строго утверждать о том, что французам свойственно кушать замороженные сыры и запивать их шампанским до супа с пирожками. Но, конечно, не буду, поскольку замороженные сыры французы грызут после супа с пирожками. Итак, дорогие туристы, если вы собираетесь во Францию, то придя во французский ресторан, сначала закажите пирожки. Конечно, я не очень уверена, что вас поймут, что вы именно хотите, но это не важно. Заказывайте пирожки, потом чашку или тарелку супа и после этого обязательно замороженный сыр с шампанским. Хотя, я не знаю, конечно, откуда родом мой зритель, который оставил вот такой вот комментарий, Но могу сказать, что шампанское как бы с сыром, особенно с замороженным, не очень сочетается. Французы грызут замороженные сыры и запивают их красным вином. Дальше это будет информация для женщин, для девушек, у кого друзья французы. Итак, девочки, готовьтесь. Ужин – это слишком интимно для французов, особенно если подают утку. Если ваш друг или ваш мужчина-француз приглашает вас на ужин и говорит, что вы будете есть утку, ну что ж, девочки, ждите интима. Держать прислугу во Франции, ходить в ресторан по выходным – это придерживаться сословного уровня и приличия. Так что, если вы, живя во Франции, не имеете у себя прислуги и не ходите по выходным в ресторан, значит, вы люди неприличные и никакого сословного уровня у вас нет. Лиля, ну наберитесь смелости и признайтесь, что дом, в котором вы снимаете – это дом, где вы работаете. То ли няней, то ли поваром, то ли уборщицей – не пойму. Знаете, не ломайте голову. И няней я здесь работаю, и уборщицей работаю, и поваром работаю. И вы знаете, делаю все это, но абсолютно бескорыстно, по доброте душевной. Ну и комментарий к видео, когда я рассказывала, как проводят французы выходные дни. В Германию французы не ездят на выходные провести время. Это видно даже по автодороге. В сторону Германии французских авто просто нет. Вы знаете, когда я прочитала этот комментарий, я представила дяденьку, потому что комментарий от мужчины, стоящего сутки напролет на автодороге, где скорость машин 130 км в час, и который так наблюдает, наблюдает, какие же авто едут в сторону Германии. Вы представьте, сколько нужно было человеку провести времени на обочине этой самой автодороги, чтобы зафиксировать, что французских авто нету в сторону Германии. Что я тут такое рассказываю, что французы ездят куда-то в Испанию, в Италию, в Германию. Никуда не едет французы, сидят дома, вообще даже за дверь не выходят. Все, ты уже нажал? Поехали, да. Итак, у меня прекрасное настроение, и я с большим удовольствием хочу им поделиться вместе с вами. Почему вместе с вами? Всем привет из Франции, мои самые наилучшие пожелания. Так, следующий вопрос, который тоже мне задавали, но сейчас я покажу, что у меня сегодня будет по поводу приготовления. Ой, а какой же вопрос мне задавали? Во-первых, здесь присутствует та же самая гуарана, которая едит и нафиг. Привет всем, сегодня мы будем делать... Блин, как сказать тут? Да подожди. Да, что я знаю, что ты читаю или нет? Привет, даме... Привет, даме... Привет, даме кюзина. Ну и пока-пока и до новых встреч на моем канале. Нет. Надеюсь, юмор... Не с юмором. Надеюсь... Надеюсь, вам это... О, нет. Всем большое спасибо, что вы были со мной. Надеюсь, вы провели эти минуты с позитивным настроением. И желаю всем хорошего дня и до новых встреч на моем канале. Пока-пока.